Пока слышна критика, успокаиваться нельзя. Об этом сегодня заявил президент на совещании по развитию жилищно-коммунального хозяйства. Будущие сферы обсуждают в Полоцке. По прибытии в город на Западной Двине Александру Лукашенко показали выставку коммунальной техники. Отдельно остановились на сборе и переработке мусора. Президент поставил задачу решить проблему в ближайшие 2-3 года. Но это частности. А в целом на совещании в Полоцке подводят итоги работы, проделанной с осени 2017-го. Тогда на республиканском семинаре сферу ЖКХ назвали одним из важнейших приоритетов для местной власти. Сделано, как докладывают президенту, немало. Формирование тарифов стало прозрачным, снизило себестоимость услуг. Но критика в адрес коммунальников не утихает. В прошлом году каждое пятое обращение в администрацию президента касалось именно этой сферы. А значит, успокаиваться рано, подчеркнул президент. Я когда-то, встречаясь с руководителем нашей инициативной группы, попросил, чтобы мы продолжали собирать подписи. Хотя их там уже полтора миллиона подписей собрано. Спасибо людям, которые подписались за выдвижение действующего президента кандидатом в президенты. Я тогда попросил собирать подписи не потому, что нам чего-то не хватает, там подписи. Мы получаем огромный, огромный массив информации снизу о том, что происходит там, внизу. В селах и деревнях, на хуторах неперспективных, как их раньше называли, деревнях, крупных, малых городах. Мы получаем эту информацию. Вся она анализируется и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются и на стол президента. Что греха таить постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство. Период предвыборный и любое заявление, действие, шаги президента, они сейчас рассматриваются альтернативщиками под увеличительным стеклом, под лупой и везде ищут какие-то подводные камни. Никаких подводных камней. Просто нам нужно заниматься этим вопросом, очень важный вопрос волнующих наших людей. Мы и впредь этим вопросом будем заниматься. По мнению Александра Лукашенко, качество и доступность коммунальных услуг напрямую влияет на настроение в обществе, а значит и на доверие к власти. Этим и продиктовано такое внимание к отрасли.